Бесы атакуют верующих пятью способами. Первый – обвинение. Так, враг атакует разум верующего. Первый способ – обвинение. Второй – искушение. Третий – отвлечение. Четвертый – депрессия. Пятый – разочарование. Повторю еще раз. Первый способ – обвинение. Вы проживаете новый день, наслаждаетесь им, но внезапно вы вспоминаете о своей недавней ошибке из прошлого. Внутри вас пробуждается чувство вины. Так атакует враг. Помните, что когда бесы атакуют верующих, они используют свои уста. Они говорят, их речи лживы. Они говорят вам то, что противоречит Божьему слову, используя обвинения. В этой комнате сегодня есть тот, и я говорю это не от слова знания, а просто, судя по количеству человек в зале. Здесь есть сегодня тот, кто уже давно борется с чувством вины из-за прошлых ошибок. То, что вы сделали, то, как жили, все еще мучает вас. Вы приняли Христа, получили спасение, пережили второе рождение, вы прослушали все проповеди о том, что ваше прошлое в прошлом, но почему-то вы все еще не верите, что это все о вас. Сегодня я здесь, чтобы сказать вам, что вам нужно освободиться не от демонического духа, хотя именно Он вас и обманывает. Вам нужно освободиться от ветхого мышления. Пришло время сбросить вес прошлого, потому что когда Иисус умер на кресте, Он умер не просто, чтобы забрать ваш грех, Он умер, чтобы забрать ваш стыд. Второй способ – искушение. У меня есть целая проповедь для каждого из способов. Я соединил пять или шесть проповедей, чтобы быть как можно более кратким сегодня. Второе – искушение. Бесы – продавцы греха. Вот что они делают. Посмотрите сюда. Они предлагают вам не думать о последствиях, а думать лишь об удовольствии. И вы, как сказано в Библии, обольщаетесь своей собственной похотью. Также в Писании сказано, как бесы будут вас обольщать. Другими словами, они будут буквально говорить с вами. Они не могут проникнуть в ваше сердце, овладеть вами и вашим разумом, но они могут то, что может каждый стоять и говорить с вами. Они могут общаться. Ваш разум огражден огромной кирпичной стеной, и они могут перебросить что-то через нее, но пробраться за нее они не могут. Когда они перебрасывают что-то за вашу стену, вам нужно подобрать это и бросить обратно. Искушение, искушение, это не событие, это процесс. Почему ты согрешил в пятницу? Потому что ты листал Инстаграм в понедельник, не перещелкнул каналы, когда по ТВ шла та реклама во вторник, слишком долго смотрел на тот билборд в среду, позволял себе думать о грехе в четверг, а в пятницу ты согрешил. Ты вновь и вновь поддавался искушениям, и поэтому согрешил. Третье – отвлечение. То, что отвлекает тебя от молитвы и других важных вещей, то, что фокусирует твое внимание на чем-то неважном. Я перечислю все остальные способы и предложу вам решение. Также есть депрессия. Как я уже говорил, это интересный феномен, потому что она может дремать внутри вас и активироваться врагом. Если вы неверующий, то она может быть внутри врага и активироваться вашей плотью. Внутри верующего есть вещи, которые могут активироваться бесовскими духами. Депрессия из их числа. А также разочарование, тревога. Разочарование не делает вас грустными. Оно крадет ваше очарование. Разочарование. Каково же решение? 2 Коринфянам 10-5. Вы получаете что-то сегодня, церковь? Поднимите руку, если ваши глаза открыты. 2 Коринфянам 10-5. Не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Разум – это поле битвы. Мысль – это атака. Когда враг атакует мой разум, когда он меня бьет, я могу отбиться от его атаки лишь Божьим Словом. В Писании сказано о мече, Ефесянам 6-я глава. Каков же наш меч? Это меч Духа, Божье Слово. Как противостать этим атакам? Словом. И только им. Иисус изгонял бесов Словом. Словом. Нет специального заклинания. Заклинания нельзя победить заклинанием. Нет специальной молитвы, которую надо произнести. Это не проклятие, которое можно разрушить, произнеся слова в определенной последовательности. Это просто сила Святого Духа, действующая через Слово. И вот какова реальность. Получив свободу от ветхого мышления, вы получите настоящую свободу. Словом. 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 Словом.